Наши спортсмены продолжают активно готовиться. Как и в прошлом году, состязания будут включать в себя цикл силовых упражнений на шести станциях, где спортсмены должны будут показать максимальное количество повторений за определенное время. В принципе, команда готова. Готовимся постоянно, 3-4 раза в неделю. Постоянные тренировки, не жалея себе. Готовы в этом году побеждать. В том году заняли второе место, но в этом году, думаю, все-таки победить. Кроссфит – это функциональные высокоинтенсивные тренировки, которые включают элементы разных видов спорта. Гимнастика, аэробика, гиревой спорт и тяжелая атлетика. Антон Анисин в кроссфите новичок. Раньше спортсмен увлекался штангой. От соревнований ждет улучшение собственных результатов. Занимаюсь, наверное, примерно год. Пришел просто из зала, занимался до этого штангой. Захотелось просто поменять штангу на что-то более интересное, где больше есть движений, динамики какой-то. Состязания по кроссфиту станут частью другого масштабного мероприятия – Всероссийского чемпионата по бодибилдингу «Большая Волга». Ранее он проходил ежегодно и привлекал внимание большого количества спортсменов со всей страны. В этом году призовой фонд составит 1 миллион 700 тысяч рублей. Под словом бодибилдинг будет множество разных номинаций. На самом деле, от спортивных конкурсов красоты в виде фитнес-бикини и фитмоделей до акробатического и артистического фитнеса и тяжелого бодибилдинга будет максимально ярко, насыщенно у нас большой призовой фонд для спортсменов. Поэтому приедут лучшие спортсмены со всех регионов центральных нашей страны. Соревнования пройдут 3-4 мая во дворце спорта «Волга Спорт-Арена». Вход для зрителей будет бесплатным. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Управда ТВ. Продолжение следует...